Вось так незвычайно маленький могилючанин садится у коляску, якая первотворилась у ратушу, а он теперь у роли Магислава. Хотим победить, а как еще не первый год участвуем. Сначала был другой выбор, а потом решили спонтанно, что надо городу сделать ратушу. Конкурс колясок, что организовал у третий раз Костричницкий район Могилёва, забрал я к Николе великую кольку судейников, вось да прикладу Нептунова царства. А тут уся семья стала кухарами. Ахэтэ пошила оденья у стыли 19-х астаходзе. Правда, самый маленький выросший у засевятом назирать с вышини. Любит садиться, когда мало народа, и мы идем на прогулку, он садится обычно. А сейчас много народа, и он не любит садиться сейчас. Вось подаруношная скрынка для ляльки. Тут малы у капусти, а тут пунсовенькая кветочка. Шмат удельников просвятили свою творчество славутости Могилёва и яго 750 годзю. Белорусочка, вот ткацкий станок у нас. А сами умеете ткать? Нет. А почему решили ткацкий станок сделать? Ну не знаю, вот такая идея перешла в голову. Различные направления. Это и оригинальный жанр, и военный мир, спортивная тематика, самое обаятельное, растительный мир, зависть автопрома. У нас было разработано положение, и в течение некоторого времени все участники подавали свои заявки в данных номинациях. У нас участвуют 10 многодетных семей. Детство – это самый яркий период жизни каждого человека. И мы, взрослые, с особой нежностью и теплотой вспоминаем детские годы. Очень значимо сегодня делать жизнь наших детей более праздничную, более красочную. А на государственном уровне, вот та поддержка подрастающего поколения, которая осуществляется в нашей стране, это действительно дорогого стоит. Свято-колясок не завершено. Усе его удельники запрошены на шестя у День города. Татьяна Сергеевич, Юрий Ауласов, Новины региона.